это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня учительница первая моя день педагога своих наставников вспомнили обычный рязанс и опасно и трудно сегодня день уголовного розыска доброжелательная и отзывчивая в селе шума же наконец-то дождались нового фельдшера по представлению прокуратуры сегодня день учителя история этого праздника берет свое начало с 1966 года его учредила юнеско на сегодняшний день в рязанской области работает почти 5000 педагогов дошкольного образования девять с половиной в общеобразовательных школах большинство представителей профессии женщины они составляют две трети от всех работников сферы образования это цифра ростата какими остались в памяти их первого учителя мы спросили у жителей рязани в год педагога и наставника день учителя праздник особый и не только для самих представителей профессии кстати изначально их чествовали в первое воскресенье октября но с 1994 года даты праздника установили 5 октября я училась сельской школе и у меня учительница была екатерина захаровна сейчас ее уже наверное нет живых но она очень хорошая учительница очень хорошее влияние оказала ну конечно учителя они же воспитывают нас вот не только родители там учителя какой-то да вкладывает в нас знания жизненный опыт и любовь основные составляющие воспитания у каждого своя история свои эпизоды из школьной жизни иногда это даже семейная история со всей ее строгостью отец преподавал историю в пятом классе предупредил готовься завтра спрошу что готовиться я с похвальным листом закончил чьего-то класс вроде все прочитал почитал еще раз и хожу на урок отвечаю нормально отвечаю садись два приходит домой весь нервный другому поставил бы четыре тебе не могу сын воспоминания о своей первой учительнице у большинства людей остаются в памяти навсегда в основном позитивные будучи в старших классах мы все равно приглашали ее с нами в походы ходить она же нас научила ежей ловить и кушать их вот что мы с удовольствием делали вы не думайте ни таких морских ежей колючих в год педагога и наставника в рязани появился педагогический сквер сегодня здесь вовсю кипит работа закончить обещают уже в следующем году в центре нового места отдыха горожан установит памятник педагогу по проекту скульптора олега седова композиция будет состоять из двух частей фигуры учителя из топки книг на которой сидит пеликан с птенцами кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город 5 октября еще один знаменательный день 105 лет образование службы уголовного розыска в системе мвд россии по случаю праздника в мвд по рязанской области состоялось торжественное собрание по словам начальника ведомства владимир алая рязанская область один из лучших регионов по раскрываемости преступлений и в этом в первую очередь заслуга подразделений угро вот так за 10 секунд жулик оказывается на полу сейчас на его запястьях щелкнут наручники и повезут парня в ближайшее увд так было бы на самом деле видео это конечно же постановочная тем не менее настоящая работа оперативников угро от реальности отличается не сильно а вот та самая реальность задержание такое же быстрое с подозреваемым тоже не ошиблись мужчина говорят полицейские хранил у себя дома 15 единиц огнестрельного оружия это если сухим языком пресс-релиза а на деле дома у того были спрятаны автомат калашникова карабин два обреза винтовки мосина 7 пистолетов в общем арсенал знатный ко всему этому добру полторы тысячи патронов россыпью силовое сопровождение оказывали сотрудники уголовного розыска оперативная служба полиции владимир алай добавил что это в первую очередь заслуга подразделений уголовного розыска 5 октября 105 годовщина со дня образования службы за все это время тысячи и тысячи раскрытых уголовных дел задержанных преступников не меньше каждое преступление она значимо каждым каждое преступление к раскрытию каждого преступления необходимо приложить максимум усилий а вот ветеран службы евгений кудряшов в уголовном розыске около 20 лет но даже спустя такой срок о своих подвигах подробно все еще не говорит так общими словами работали задерживали и все без биллингов и камер видеонаблюдения у нас камер не было и вообще мы об этом даже и как-то и но не было у нас были бабушку окна бабушка на скамейке который все знала лучше камеры и камера просто покажет а это и расскажете кто было как было и как как одеты все задержание банды автоподставщиков взломщиков все эти дела сопровождали сотрудники уголовного розыска по статистике ежегодно они раскрывают порядка 70 процентов от общего числа уголовных дел но даже на награждении лица их показывать нельзя на оперативных видео их лица и голоса изменяют работа такая опасная но важная после долгого перерыва в деревне шума шризанского района снова заработал фельдшерско-акушерский пункт сегодня здесь был первый рабочий день нехватка кадров в районах дело сегодня увы обычное но благодаря областной прокуратуре найти врача для населенного пункта все же удалось для небольших населенных пунктов свой фельдшер фигура знаковая кто как не он и первую помощь окажет и уколы сделает да и просто посоветует лекарства а вот когда в селе нет врача как было в шумаше самое время бить в набат три года нам не могли ничего сделать вообще вообще мы три года сидели вообще никуда а в мервино нам ехать даже если не дай бог что очень очень есть особенно у пенсионеров наших не все машины укола даже некому делать нам же не ездить в мервино так далеко последний раз нормального фельдшера здесь видели еще до пандемии и вот теперь спустя три года жители шумаше все-таки решились на серьезные меры в августе они отправились с обращением в прокуратуру области там начали проверку длительное время здесь не было фельдшера фельдшер который до этого работал 22 год практически весь был на больничном в течение 10 месяцев помощь оказывалась только выездными бригадами с февраля 23 года фельдшер какой-либо здесь отсутствовал результат вмешательства прокуроров не заставил себя долго ждать уже в начале октября на работу в пустующий фаб приехал новый фельдшер в ходе проверки установлено что фактически фаб не работает с февраля 23 года в связи с отсутствием медицинского работника в результате прокурорского вмешательства со 2 октября текущего года на вакантную должность фельдшера назначен медицинский работник нехватка медицинских кадров проблема распространенная назначить фельдшера задача не из простых но жителям шумаше очевидно очень повезло наталь ванна очень доброжелательные отзывчивый специалист она работает с 21 года в другом фельдшерска кушерском пункте господием станция возлагаем на нее большие надежды она сегодня грубо говоря первый рабочий день здесь вот будет потихоньку вникать в работу здесь ознакомиться с населением пока что дали два раза в неделю но дальше сказали что это будет как бы постоянно сказали аптечный киоск нам откроет необходимые лекарства чтобы были фельдшер мы с ней уже познакомились очень хорошая женщина наталья ивановна такая доброжелательная прям человек видно сразу очень хороший человек так что мы очень рады что спасибо огромное там всем представителям прокуратуры наши в первый рабочий день фельдшера встречали всем селом как и представителей прокуратуры как говорится накипело разобраться просили и с обрушенным колодцем и с разбитой дорогой и с отсутствием подъезда к кладбищу все вопросы прокуроры взяли на контроль партнер программу день города и край рыба камчатская выставка продажи теперь и у торгового центра круиз новым составом рязанской городской думы были утверждены изменения в городской бюджет на этот год казна станет больше на миллиард 300 миллионов рублей на что конкретно пойдут эти деньги расскажем далее городской бюджет главный документ города его изменения для общественности всегда чувствительны но не в этот раз речь идет о пополнении казны больше чем на миллиард 300 миллионов из которых половина пойдет на благоустройство общественных территорий в том числе кремлевского сквера в списке также лыбинский бульвар почти 120 миллионов нижний городской парк 263 миллиона и сквер имени маргелова 23 миллиона рублей кроме того 200 миллионов пойдут на капитальный ремонт сетей наружного освещения есть и другие позиции благоустройство дворовых территорий 185 и 5 десятых миллионов рублей ремонт дорог 83 миллиона рублей выполнение работ связано с осуществлением регулярных перевозок пассажиров пассажиров общественным транспортом по регулируемым тарифам 98 миллионов рублей ремонт контактной сети троллейбусной линии 70 миллионов рублей почти на 190 миллионов рублей увеличит их называемые первоочередные расходы на 78 для администрации рязани на 72 для управления благоустройства на управление образованием молодежной политики 35 миллионов с учетом внесенных изменений теперь размер городской казны составит 19 миллиардов 148 миллионов рублей что на пять с половиной миллиардов больше цифры прошлого года впрочем расходы тоже выросли дефицит бюджета 8 и 8 десятых процента от собственных доходов цифры конечно не критичные но повод задуматься над источниками покрытия все же появился в рязанской области бывший работник одного из предприятий предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе сумма приличная миллион 200 тысяч рублей подробности уголовного дела далее в сюжете имена не сообщают название фирмы тоже пока скрыто в интересах следствия но в целом уголовное дело это выглядит так в мае 2018 начальник отдела обеспечения на некоем предприятии впервые получил денежное вознаграждение или попросту взятком который ему дали за то чтобы и впредь он поддерживал с юрлицами договорные отношения и ведь поддерживал вплоть до марта 22 пока не подключились следователи суммарно за эти почти четыре года начальник набрал миллион 200 тысяч рублей по уголовному делу проведен комплекс следственных действий допрошено значительное количество свидетелей проанализирован большой объем финансово-хозяйственной документации связанной с деятельностью предприятия проведены судебные экспертизы в целях возмещения ущерба причиненного преступлениями по ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму почти три миллиона рублей коммерческий подкуп статья ныне чего-то популярное в этом случае говорят следователи с подпунктом в значительном и крупном размере максимальный срок до 9 лет лишения свободы ну и в заключении хорошая новость для всех любителей футбола в долгопрудном футбольный клуб рязани одержал наконец-таки убедительную победу над местным космосом со счетом 4-1 причем все голы на счету нынешних и бывших игроков белосиних единственный мяч ворота рязанцев забил ислам явлоев недавно выступавший за рязань а у подопечных максима швецова дубль на счету владимир маркова и по разу отличились эдуард рубчинский и вячеслав пурак на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго это свершилось камчатские деликатесы в рязани сцены от производителя наша гарантия это наше качество со 2 по 7 октября у входа в тц круиз ваше новостей